Акция агентства Хабар. Спасибо за победу. Продолжается. На этот раз наши корреспонденты побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Петра Морозова. На фронте ему пришлось освоить разные профессии. Танкиста, связиста, помощника в санчести, разведчика. Пережил многочисленные бомбардировки, получил несколько ранений. О тяжелых днях войны фронтовик рассказал моим коллегам. Петр Михайлович, позвольте вам преподнести подарок от агентства Хабар. Сказать вам большое спасибо за победу. Низкий вам поклон за то, что мы живем. Мы желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. С праздником вас! Петр Морозов, ветеран войны, рад подарку. Старый холодильник вышел из строя несколько месяцев назад. Новый пришелся как нельзя кстати. К 70-летнему юбилею победы агентство Хабар по всей стране преподносит подарки фронтовикам. Спасибо за победу! Боевое крещение юного тракториста Петра Морозова из Ставрополя произошло в 1941 году далеко от дома в Тамбовской области. Немецкие самолеты, летая перед боем над расположением их части, скидывали листовки с предложением сдаться. Такие воздушные вылазки противника Петр Михайлович видел не раз. И был не один бой, и была не одна потеря. Снаряд вот данку бьет, он не пробивает там броню, а внутри осколки отлетают и экипаж уничтожает. Там же и горючие, и снаряды, все же там. Там если он загорел, то скорее успеешь выскочить, значит живой буш. А нет, значит там останется. В память ветерана врезался самый авантюрный эпизод за всю войну. Под обстрелом врага ночью на тракторе Петр Морозов вытянул 12 подбитых советских танка. 10 из них после ремонта снова встали в строй, а Петр Морозов получил первую медаль за отвагу. А пули свистят кругом. Как вы думаете, кто и откуда стреляет? Или свои, или чужие, кто? Ну и вот сидишь сперва так это. Ну я сильно не переживаю. Вот которые вот женаты были, те переживали, то чужие дома, как не есть дети. А мне тогда что, тринь трава была. Смелость и мужество он пронес через всю войну. Битва за Сталинград, освобождение Украины и Польши, разведывательные операции в Белоруссии и Прибалтике. Три ранения. Один из вражеских осколков ветеран до сих пор носит в себе. Однако в свои 90 с лишним фронтовик не унывает и ведет активный образ жизни. Регулярно делает зарядку и разводит цветы. Расцветает, он разворачивается вот так вот и громоходчиком прям цветет. Заканчивает цвести, опять скручивается и отпадает. Помнит ветеран и самый радостный день 1945 года, День Победы. Он встретил его в Москве на Курском вокзале в санитарном поезде. Видел красочный салют Победы и счастье на лицах людей, победивших фашизм. В этом году, спустя 70 лет, Петр Морозов снова в центре праздничных мероприятий. Он едет в Астану на Парад Победы.